Субтитры сделал DimaTorzok Да, такое ощущение было, что белорусы в большинстве играют перевод на Пинчука, бросок в касание. Ну, мне кажется, это гол. Вильям Бак шайбу должен был, по идее, выводить из зоны, но сделать этого второму номеру в сборной Дании не удалось. Наброс на пятачок, Пинчук 1-0, ну, наконец-то. Дождались мы первой заброшенной шайбы, ну, все, как ты просил. В чемпионате мира. Ну, должен был, к слову говоря, он это делать гораздо-гораздо раньше, но хорошо, что все-таки удалось здесь отличиться. Выиграл борьбу на чужом пятачке, оставил ни с чем Вильяма Бака и ближняя диагональ. И она проходит в этой ситуации. Бросок из-под защитника. Александр пальчик наносил, но мимо ног проатаковать не удалось. Удерживает белорусы силовую борьбу. Вот она, численное преимущество на коротке. 2-0. Шикарная шайба за нам просто попасть по пустым воротам. Сегодня в начале матча это не совсем хорошо получалось, но самое главное, что сейчас такая передача от пальчика. Чизганов на дальнюю, ну, и там в нужное время, в нужном месте Демченко, который просто подставляет клюшку, ну, и, соответственно... Ингварцена, хороший вход в зону, бросок, но здесь Колосов щитком правой ноги, то опасности своих ворот отводит. И вот он, выход получается у белорусов в меньшинстве. Бросок и 3-0. Забрасывает Илья Спад, ну, и делает он это при недокомплекте поменяться. Ну, и как от стоячих здесь ушел Спад. Смотрим мы начало этой атаки. Передача Карповича. Спад делает два шага, оставляет за спиной Маркуса Англеса. Кстати, можно сказать, что Чизганов там тоже две минуты от большого желания получил. И вот она, заброшенная шайба. Правильно ты все говоришь. Колосов тоже постоянно выручивает. И, наконец, пауэрплей реализовать. Вот, все просто. Передача по синей линии. Ну, и Пларсон стреляет. Видим, что Колосов здесь не выручает уже команду. 1-3. Сборная Дании подбирается в счете. Но пока нужно, понятно, решать задачи в матче с Данией. Тем более здесь неплохо все получается. Есть бросок, но шайба по итогу до Ингварцена не доходит. Тем не менее, Сидоров шайба ищет вариант. 16-й номер и забрасывает Сидоров. 1-4. Все очень здорово получилось. Все сделал Егор Сидоров в этой ситуации. Взял шайбу под свой контроль. На хорошем кораблике выехал на оперативный простор. И неотразимо в дальний угол бросил 16-й номер. Поэтому смотрим. Пинчук. Браса не выигрывает. Передача на синюю линию. Здесь Кузьмин. Вот пока броска нет. Ищет позицию. Передача Кузьмина. Ух ты, как классно. И есть заброшенная шайба. Совсем немного времени понадобилось Беларусам. И теперь Кузнецов. 5 на 3. Трансформировать заброшенную шайбу. Еще раз повтор. Как же получилось взять аворот. Пятое в сегодняшнем матче. Вот такая передача на Кузнецова. Ну и Ингварцена уже синие линии Левшунов. Вновь Демченко. Вот передача сейчас не проходит. Поэтому... Нет, Демченко все-таки шайба под контролем. Оставляет у антаймера. И 1-6. И это большинство тоже реализуем. Плюс 5. Но вот здесь уже... Тем более, что шикарная передача была на 11 номера. Поэтому здесь уже, мне кажется, для Ингварцена может сегодняшний матч завершиться. Это, кстати, Демченко. У него сегодня 1 плюс 1. Два набранных баллов по системе гол. Плюс парка. От 17 номера. Но если бы был Кузьмин, он бы, наверное, забросил. Учитывая, что, помним, пошумел он на Нью-Йоркском чемпионате мира. Там американцы хватались за голову. Вот сейчас, если бы Пинчук забросил, вообще белорусы на таких турнирах. Но вот 1-7. Вот защитники, если не ошибаюсь. Опять же, посмотрим повтор. Которые молчали, по сути, в этом матче. Кроме левых минут и 22 секунды до конца третьего периода. Вот смотрим передачи Пинчука. Ну да, Пожиган сначала подумал, что не стоит бросать. Потому увидел, что, в принципе, можно попытать счастье. Бросил. Ну и, соответственно, себе шайбу. Серьезных атак на ворота Алексея Колосова. Да, определенные подходы есть. Но я, если честно, так сходу и не вспомню, были ли броски. Вот броски по воротам Ингвардсена идут постоянно. И вновь забрасывают белорусы. И снова создали нападающие. После выигранного вбрасывания. Короткая перепасовка. Бросок в касание. И 8-1. Да, вот перешел сказать на старте периода защитников. То, что не сильно много они бросают. Там сели подопечные Офа Эльнера. Не видим мы даже выхода в за красную линию. А здесь момент. И можно было забрасывать девятую. Но Ингвардсен. Гол у Виталия Пинчука. Который здорово отработал в этом моменте при отборе. И опять быстрый возврат к воротам. Половился Ингвардсен. 3.30 до окончания этого матча. Наброс. Моментища. И девятое влетает в ворота сборной Дании. Но это форменный разгром. Егор Чизган. Девятый раз огорчили Ингвардсена. Да, статистику себе вратарь этим матчем подпортил основательно. Ну и, собственно говоря, защитники по плюс-минус недалеко. Ребят, у нас все достаточно буднично, наверное, да? Такая историческая атмосфера спокойствия. На трибунах, на ланках. Хотя на льду страсти действительно кипят. Дальчане втыкаются на то. Заявляет, да, о том, что он готов попробовать голги в таком стиле. Поэтому... Заявляет, да, о том, что он готов. Заявляет, да, о том, что он готов. Заявляет, да, о том, что он готов.